МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самая важная – эдукация. В областной детячей клинической больнице открылась школа батьковства. Маленькой допомоги не бывая, у Гомеля пройдет доброчинный хоккейный матч в поддержку Дмитрия Ходаса. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Работа сферы гандлю и послух в 2019 году была в центре уваги профильного управления. В приватности по выниках минулого года становчивая динамика досягнута по одним из головных показчиков – розничным товарооборотом. Рост до 2018-го – амаль 102%. Развивался рынок как харчовой, так и не харчовой группы товаров. Амаль в каждом районе в области открылись новые объекты – от буйных гандлевых центров до маленьких крам. Интерес до сферы гандлю проявляет как буйный, так и средний и малый бизнес. Сярод поспехов можно означать и той факт, что в регионе один из самых низких в Украине индексов роста цен. В наступном годе сярод головных задач – развитие гандлевой сетки и поляпшение якости обслугования. Это основное, конечно же, это дальнейшее развитие розничного рынка. В первую очередь мы видим необходимость продолжения экспансии, так скажем, конкурентной сети с высоким качеством обслуживания в сельскую местность, где у нас рынок достаточно специфически развивается, продолжение развития уже конкретных форматов специализированной сети в городах. Ну и те задачи, которые основные, которые будем обсуждаться – это, конечно же, соблюдение правил торговли торговыми организациями и защита прав потребителей. То есть те вопросы, которые четко должны повышать качество и культуру обслуживания. Сегодня у Гомеля распрощались и мероприемства, примеркованные до дня памяти воинов-интернационалистов. Первый круглый стол просвятили медицинским работникам, которые промаливают делу боевых денег. Конечно, только успоминами дни обмежавались. Зудельниками войны в Афганистане осустрелись наши корреспонденты. Круглый стол с медиками-афганцами областный комитет Белорусского профсоюза работников аховы здоровья проводит у першиню. Управны незагольной колькостью воинов-интернационалистов, военных медиков на Гомельшине не шмат. Але сами военнослужащие обмежаванного контингенту их работу оценивают вельми высоко. Многие из них застались живыми, дякающих этим людям. В Гомельской области у нас работает 31 медицинский работник, который участвовал в боевых действиях в годы войны в Афганистане. Из них половина работает с учреждения здравоохранения, половина находится на заслуженном отдыхе. Об заслугах военных медиков свечать и отриманные имя у знагороды. Утым лику боевые. Хоть подчас встречи не только узгадывали минулое и выказывали слово «подяки», але и обмерковывали актуальные проблемы. Справа у тым, что средний и молодший медперсонал во Узбройные силы звычайно прозывали с громадянских навучальных установок раз заключения контрактов. Цяпер, гэты факт уплывая на махчимость отримания додатковых пенсийных наличэнёв, які продугледжены для удзельников боевых діэнёв. На медиков гэтае положение не распаусюджывается. У них есть документы о том, что воинская часть принимала участие в боевых действиях, но при выходе на пенсию солдаты и офицеры получают доплату за участие в боевых действиях, а медицинские работники не получают. Мы сегодня обратились с этим, с своей просьбой и в Минтруда, мы обратились и в Минобороны, и также в администрацию президента. А прощатаго зараз областная организация Белорусского союза «Ветрана войны» в Афганистане разом с областной прокуратурой уздымает пытание отримания детерминовых пенсий для солдат, які проходили службу в Афганистане. Офицерам кожный год в этой краине залишвался за три. У относенных до солдат гэтае правило не денешало. А прощатаго значной проблемой зараз стала ситуация с профессийной пригодностью былых афганцов. Стан здоровья многих з них уже не дозволяя працаваць по шмат яких специальностях. Неопошнюю чергу по этой причине зараз у областным управления ховы здоровья подрыхтованы загад об бесплатном медицинском обследовании усіх интернационалистов. При их же данных это можно будет сделать на базе районных больниц, цей областного шпиталя инвалидов войны. Тем более, что тут есть специалисты, які могут слячить ранения, отриманные у боевых умовах. Да, наши медики, они имеют большой опыт лечения таких пациентов, потому что у нас лечились еще и ветераны войны со всеми ранениями. И эта традиция у нас сохраняется. Поэтому те афганцы, которые к нам поступают, они получают полное обследование, лечение. И иногда даже мы их оперируем. На сегодняшний день мы прооперировали в прошлом году около 30 афганцев. Мы готовим совместно с Управлением здравоохранения и с Афганским комитетом вопрос о том, чтобы сделать приказ и осуществить обследование всех афганцев на базе госпиталя. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Школа батьковства в областной детяшой клинической больнице распочались тренинги для семей, у детей, у которых народились ранее термину. Медики разом с представниками громадского объединения «Батьков Рана» расскажут, как эффективно организовать реабилитационное сародье дома и правильно доглядать немовлят. На первой встрече побывала Ганна Корольчук. Что год в Беларуси народжается 4,5 тысячи недоношенных детей. Когда 60% из них имеют низкую массу тела, затримки в развитии и великую риску развития инвалидности. Однако порушения можно избегнуть, когда начать реабилитацию на самых ранних этапах. Народжение недоношенных детей – стресс для всей семьи. Система выхоживания таких немовлят во установках охоты здоровья накеревана перш за все на лечение. В тот же час основная работа по развитию отбывается дома. Именно в это от психологичной устойливости и правильных деяний у батьков на первом годе жития детей будет залежать его здоровье после выписки со стационара. В первое время было страшно. Маленький, крохотный, как котеночек лежит в куязике. Было страшно, да. Но со временем врачи хорошие помогли, рассказали, как, что. Теперь уже все хорошо. Маленький Сергей народился на 27-м тыдне и вважил килограмм 140 граммов. Зараз ему два месяца. Хлопчик стал дужим и набрал вагу до трех килограммов 400 граммов. Даже только за минулый год про спост интенсивной терапии прошло 89 детей. У тым леку 10 с экстремально низкой вагой, меньше за килограмм. Вначале детки находятся в реанимации, как первый этап выхаживания. Потом, когда дети начинают самостоятельно дышать, усваивают питание, их переводят к нам для дальнейшего лечения, выхаживания и ранней реабилитации. Вначале, когда детки еще требуют инфузионной терапии, то есть интенсивного лечения, они находятся на посту интенсивной терапии. Но мамы наши, конечно, самые главные помощницы. У нас созданы все условия для совместного пребывания матери с ребенком. Когда детки лежат на пите, мамы приходят, ухаживают за ними. У всех мам тут навучают початковым навыкам догляду за недоношенными детьми, методу кенгуру и тактильному массажу. Однако наперед одни выписки и подчас находжения дома у батьков часто возникают разные складаности и страхи. Отримать более грунтовую подрыхтовку, ознайомиться с опытом инших семьях и задать пытания не смогут на занятках школы батьковства. Эту программу минулой осенью запустило объединение раны с уместной с Дитячим фондом ЮНИСЕФ. Мама, пройдя тренинги, гененатолога, медицинская сестра, инструктора ПЛФК, консультант по грудному вскармливанию, психолог будет также проходить. То есть, чтобы родители немножко уезжали спокойные, подготовленные, чтобы знали, что делать с ребенком. Потому что не случайно на самом деле эти тренинги проходят на базе учреждений областных, то есть областного уровня, где родители лежат со всей области. Очень хорошо, когда приходят папы, потому что вот тут ЮНИСЕФ очень поддерживает, когда вся семья принимает участие в реабилитации ребенка. Такие школы на базе отделений у суместного знаходжения мати и дитяти уже день учут в Минску, Бресте и Витебску. У сего в рамках проекта их заявится семь. Занятки будут проходить один раз на месяц на протягу года, але при поспеховой реализации проект может быть протягнутый. Ганна Корольчук, Валерий Гопанько, телерадио-компания «Гомель». Сегодня в областном центре отбылся поширенный пленум Гомельского областного отделения Фонду Миру. На прадку дня подведение выникал работы за 2019 год и вызначение задач на 2020. Агульное в основах учить так – проводимое миротворшее мероприемство и акции необходимо поширать и примножать. Под обязанностей в сюжете Евгений Кухаронак. За год в июне проходит больше как 100 мероприемств, инициованных активом Фонду Миру. А кроме того, миротворцы захваты долучаются до всех республиканских, областных и районных акций, пропонованных и иншими организациями и объединениями. В опыту Гомельского отделения в справе захования миру про студенную деятельность нельзя переоценить. Выники и уражение от проводимых мероприемств, говорить о важности и каштонности миротворческого посыла. Самые значимые акции я выделяю на первый план – это мыслаем человека мирного труда. Потому что здесь мы воспитываем его во всех направлениях, и мы его проводим по нескольких номинациях. Уже селета наприконцы студене акцию провели в Будокошелевском районе. У центра уваги супрационники живела Гадавча Галины. За подякой и узнагородами от Гомельского отделения Фонду Миру. На сцену узнималися як деючие, так и былые работники сельской господарки. Боакция закликана не только узнять ауторитет человека працы и престиж профессии, а и выказать подяку людям за то, что они уже сделали на корысть родного краю. Люди, поднимаясь на сцену, были благодарны безмерно, что их труд оценили, их заметили. И еще, как бы сказал один из ветеранов труда, нас это еще больше обязывает, чтобы мы свой опыт, который мы приобрели с годами, передали подрастающему молодому поколению. А молодой специалист, который у нас закрепился на территории нашего района после обязательной отработки, говорит, когда-то мне Октябрьский район дал самостоятельность, а сейчас это плацдарм для моего развития. С года в год возрастает значимость международной миротворческой деятельности фонду. Тесное супрацовнество с активистами подобных организаций с суседних краин ладится на протягу 20-ти годов. Проводятся международные лагеры сябровства и елки миру. Организуются поездки миротворцев у прихраничной регионы России и Украины и прием визитов у отказ. С недавних – приезд украинской делегации из города Альевск Житомирской области у Лельчицы. Гостей из выше 60 человек – переважно школьники. Мы знаем и понимаем, что елка мира способствует только объединению наших детей. А дети – это лучшие послы мира. И я думаю, что это самое правильное мероприятие и самое нужное в объединении наших детей и формировании позитивного мышления у детей о мире о том, какая должна быть настоящая дружба. Шмот мероприемств и акций проводятся по военно-патриотичному выхованию молоди. Самые бойные – марши памяти и смутку, а так сама акция – дорогами войны, миру и працы. Кожный их удельник, не узираючи на взросл, про себя пропускаю весь трагизм военных подиминолога. Мы же видим, плачет планета. Плачет. Ну и как тут оставаться равнодушными? Мы взрослые это переживаем, и дети тоже это все очень хорошо воспринимают. Поэтому пропаганда миротворчества и пропаганда гражданской ответственности перед обществом, пропаганда патриотизма, я думаю, что она сегодня особенно будет на таком достойном уровне проводиться и оставаться. Вы снова пленума проводить еще больше мероприемств и работать это масштабно. По таки станучи выноки, что гучать подчас и после акций необходимо помножать. Евгений Кухаронак Андрей Иванов у телерадио «Компания Огомель». В субботу, 15 лютого, в «Огомель» пройдет доброчинный хокейный матч. Гроши накируют на лечение Дмитрия Ходаса. В 13.00 в Гомельском лядовом палаце начнется встреча команды экстралигии «Гомель-Шахтер-Солигорск». Средки, собранные от продажи квитков, будут перелечены на доброчинный рахунок для лечения 16-годового спортсмена-сходников. Подчас поборництва у израильской Майлате юнака тримал складанную травму позвоночника. И зараз прыкованная доложка. Хокейный клуб «Гомель» запрашивает болельщиков разом, допомогавшись Дмитрию устать на ноги. Нагадаем так самое, что перелечить гроши можно и самостойно. Реквизиты доброчинных рахунков вы зараз бачите на своих экранах. А житявить платеж можно как в установах банка, так и с допомогой послуги. Адвольный платеж – платеж по реквизитах. У инфокийозках, интернет-банкингу и м-банкингу. Подаденных синоптиков в ближайшие дни у Беларуси заховается на дворе, характерное для ранней весны. Учать веру в нашем регионе будет воблачно с прояснениями, пройдя мокрый снег. У нашей слупок термометра покажет от нуля до плюс двух. У день по ветру прогреется до четырех тепла. У пятницу потеплеет до плюс пяти, а падка не чекается. У субботу варто быть осторожными за рулем. Прогнозуются туманы и пагаршение башности на дорогах, мокрый снег. У неделю будет ясно, а по неделок по попередних даденных будет на редкость теплым. Денная температура складет до плюс десяти градусов. Это и иншая новина. Информацию о проектах телерадио компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершено. Усяго доброго и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Задушил петлю из электрического кабеля и расчленил тело после смерти. Гомельчанина, который минувшим летом убил своего брата, будут судить в Мозыре. В прокуратуре направлено суд оголовное дело в отношении 42-летнего жителя областного центра, который в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт со своим младшим братом и на почве неприязненных отношений убил его и осквернил тело. Фрагменты своего близкого родственника Гомельчанин выбросил в карьеру. 8 октября скелетированные останки нашли правоохранители. До этого времени мужчина считался без вести пропавшим. После обнаружения находки дело было переведено в разряд уголовного производства. 100 граммов особо опасного психотропа вывели из нелегального оборота сотрудники наркоконтроля. Совместно с таможенниками они задержали на днях двух мазырян, которые привезли в город амфетамин. Мужчины собирались наладить в райцентре сеть по сбыту наркотических смесей. Привезли психотроп из России и в личном автомобиле одного из них решили разделить товар, приобретенный на общие деньги. В этот момент наркодилеров взяли правоохранители. В ходе личного обыска задержанных обнаружено изъято порошкообразное вещество светло-коричневого цвета. Согласно заключению экспертизы, оно содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество, не использование в медицинских целях. Амфетамин общей массой более 100 грамм. Также изъято электронные весы, фасованный синтетик, зеленое вещество растительного происхождения и приспособление для употребления наркотических средств. Материалы по уголовному делу переданы в Мозырьский районный отдел Следственного комитета. Нужно сказать, что с начала года в Гомельской области было изъято 650 граммов синтетического наркотика. Извещатель спас пенсионеров на пожаре в Калинковичском районе. В Кощичек супруги избежали гибели. Сегодня ночью хозяин дома услышал звук пожарного извещателя, проснулся, увидел пожар и разбудил жену. Самостоятельно вышел на улицу. Но его супруга не смогла без посторонней помощи покинуть помещение. Позднее из задымленной комнаты ее вывели спасатели. К моменту их приезда в доме уже обрушилась кровля. Женщина в больнице ее диагноз – отравление продуктами горения. Но оба пенсионера живы. Причина возгорания устанавливается. Хозяева характеризуются положительно. Сотрудники милиции провели в Гомеле массированное спецмероприятие «Правопорядок». Это один из наиболее эффективных инструментов выявления фактов правонарушений, хулиганства, краж и перевозки нелегальных товаров. На этот раз милиционеры сконцентрировали свое внимание на территориях железнодорожного и центрального районов Гомеля. Усилия стражей порядка были направлены на пресечение всех видов преступлений, в том числе на задержание угнанных транспортных средств и обеспечение безопасности дорожного движения. Кроме этого, был усилен контроль за лицами, состоящими на профилактических учетах в милиции. Проведена отработка квартир с репутацией притонов. Внимание! Пропал ребенок. Милиция и родители ищут 18-летнего Шугова Руслана Александровича, который летом 2017 года ушел из дома и не вернулся по настоящее время. Проживает парень в Гомеле на улице 50 лет, Гумсельмаша, 30. 16 июля он вышел из квартиры и пропал без вести. Был одет в кепку, черную футболку с рисунком, серую рубашку, серые джинсы и серые кроссовки. Рост Руслана 175-180 сантиметров. Особые приметы. Заикается при волнении. Нет верхнего зуба. На внутренней стороне ладони родимое пятно. При ходьбе пружинит на цыпочках. Всех, кто узнал юношу по фотографии и владеет информацией о его местонахождении, просьба позвонить в милицию. Это вся информация выпуска. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта. В студии Анна Корольчук. Здравствуйте. Сегодня в Гомеле стартовали областные соревнования по хоккею среди детей и подростков «Золотая шайба» дивизион «Б». На протяжении трех дней за победу будут бороться 16 команд. В дивизионе «Б» выступают те дружины, в городах и районах которых нет площадок с искусственным льдом. Победители получат право на участие в республиканском этапе, который пройдет с 24 по 26 марта в Раубичах. «Золотая шайба» является одним из тех видов соревнований, где мы можем смотреть и формировать резерв для спортивных школ, в которых культивируется хоккей-шайбой. Приятно видеть, что в районах, в которых нет ледовых катков, площадок, дворцов, имеются те специалисты, педагоги, которые могут научить каким-то азам, навыкам ребенка стоять на коньках и играть в хоккей. Завтра в Гомеле пройдет фестиваль баскетбольного мастерства «Шаг в будущее». Мероприятие проводится второй год подряд. На этот раз участниками проекта станут юноши и девушки 2009-2010 годов рождения. Программа региональных отборов фестиваля будет состоять из баскетбольной эстафеты и турнира «Один на один». Финал турнира состоится 24 февраля в столичном дворце спорта перед матчем при квалификации мужского чемпионата мира 2023 «Беларусь-Португалия». Напомню, в прошлом году гомельчанка Софья Каменева стала победительницей фестиваля среди девочек. Гомель примет традиционный международный турнир «Кубок Полесья» по киакушинкан-карате. В областной центр приедут бойцы из Беларуси, Украины, России и Казахстана. Соревнования состоятся среди юниоров 12-17 лет, мужчин и женщин, а также ветеранов. Турнир пройдет под эгидой Всемирного союза киакушина. Стартует соревнование 22 февраля на площадке Дворца легкой атлетики. В эти выходные в Гомеле пройдет матчевая встреча в рамках юношеской лиги бокса. На площадке областного центра Олимпийского резерва «Единоборс» встретятся сборные команды нашего региона и Минска. Начало поединка в 12.00. В соревнованиях участвуют юноши 13-14 лет. Матчевые встречи в формате «Команда против команды» проходят второй год. В прошлом году равных не было дружине Витебской области. Спортсмены из Дюшор Гомельского района стали победителями республиканского первенства по самбо. На высшую ступень педестала поднялись Виктория Мажуга, Диана Жукова, Степан Сережков, Даниил Колосов, Александра Козел и Вячеслав Кривошей. Спортсмены, занявшие первое место, представят нашу страну на первенстве Европы по самбо, которая пройдет с 9 по 13 апреля в Болгарии. Подготовку к Олимпиаде в Токио ведут 263 белорусских спортсменов в 27 видах спорта. На данный момент олимпийские квалификационные требования и нормативы выполнили 69 человек в 15 видах. У гомельчан пока 11 лицензий. Отборочные турниры продолжатся до конца июня. 32-е летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. На главных стартах четырехлетия будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Пополнили олимпийскую программу Токио 2020 бейсбол, каратэ, серфинг, скалолазание и скейтбординг. За медали игр в столице Японии будут бороться более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомила Анна Корольчук. Оставайтесь на Беларусь4.